Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Блинная туча Жили в старые годы муж с женой. Муж-то был работящий, достепенный, а жена — лентяйка да болтунья. Этаких-то лентяек да говорух на всем белом свете немного сыщешь. Бывало, что услышит, узнает, сейчас же по всей деревне разболтает. Да еще каждому чужому слову по десятку своих прибавит. Вот однажды пошел муж в лес по дрова. Облюбовал сухую березу и хотел было рубить. Только он топором размахнулся раз и провалился по колено в какую-то яму. Что такое? Выбрался мужик, заглянул в яму. Види, там большой котелок чугунный. Ого, — думает, — не как клад в руки дался. Засунул руки в яму и вытащил котелок. Открыл крышку, глянул, да так и ахнул. Котелок-то с золотыми монетами полон. О, счастье привалило, — думает мужик. Теперь живи, не тужи, на весь век хватит. Одно неладно. Жена узнает, сейчас же все разгласит. А там, гляди, и до беды недалеко. И клад отнимут, и самого в тюрьму упрячут. Что делать? Как быть? Подумал, подумал мужик. Вынул из котелка два золотых, а котелок опять зарыл. Пришел он домой и говорит жене, — Ну, жена, большое счастье нам привалило. — А что такое? — Сказал бы я тебе, да боюсь. Сейчас же всем разболтаешь. — Да лопни мои глаза, да отсохни у меня руки-ноги, если хоть слово кому скажу. — Ну, коли так, слушай. Я клад нашел. — Ой, что ты? — Право, нашел. Вот они, золотые, посмотри. Только молчи, не то барин у нас этот клад отнимет. — Ой, да я разве скажу кому? Да не понимаю я разве. — Пойдем за кладом, а то еще кто наткнется на него, ни с чем и останемся. — Нет, — говорит мужик, — не пойду на ночь глядя. До утра обожду, а утром чуть свет, и поедем за кладом. Спорила, спорила жена, только переспорить в этот раз не могла. Подоела она корову и пошла на сеновал спать. Дело-то летом было. А муж развел тесто, затопил печку и давай блинный печь. Целый короб напек, а короб во двор вынес. Соломой накрыл. После того ни свет ни заря отправился на базар, целый куль судаков купил до зайца живого. Подошел он к реке и сунул зайца в сеть, а сеть в воду опустил, да так приладил, чтобы заяц-то не захлебнулся. По пути зашел мужик на овсяное поле и разбросал судаков головами всех в одну сторону, будто сами сюда из реки зашли. Как уладил он все это, пришел домой, стал жену будить. — Вставай, жена, пора в лес за кладом ехать. — Ее и уговаривать не надо. Платок на голову и готово. Запряг мужик лошадь, а в телегу поставил короб с блинами. — Зачем это ты короб-то взял? — спрашивает жена. — Как зачем? — В короб и положим клад. — Сели, поехали. Едут они по дороге, а мужик неприметно блины из короба вынимает, да вверх бросает. Блины-то шлеп-шлеп в телегу, жене на колени. Раскрыла она рот. Девица ничего понять не может. — Никак блины-то с неба валятся. — Нашла чем удивиться, — говорит мужик. Разве не знаешь, что блинные тучи нынче по ним уходят? Вот они столкнулись. Блины-то из них и посыпались. — Знай, подбирай да ешь. Поверила жена. Стала блины подбирать, да за обе щеки уплетать. — Совсем? — говорит. — Как в печь кипяченый. Едут они дальше. Доехали до овсяного поля. Жена усмотрела судаков. Совсем разума лишилась. Встала мужа за рукав дергать. — Гляди-ка, гляди! В овсях-то судаки! — Эка диковина, подумаешь, — говорит мужик. — Да они давно уже из реки в овсы перешли. На солнышке пасутся, овес едят. — Надо их собрать. Наварим да нажарим целую неделю, сыты будем. — Собирай, коли хочешь. Соскочила жена с телеги, побежала во всы, всех судаков собрала, навоз сложила. — Хороши, судаки, — говорит. — Только словно не живые. Это они с перепугу омерли. Едут они дальше, и нужно им было переезжать через речку по мосту. Глянула жена. В сетях у берега что-то ворочается. — Что такое? — Ступай, погляди. — Подбежала она к сетям, да как закричит не своим голосом. — Ой, Дива, в сетях заяц ворочается. — Подумаешь, какое Дива углядела. Или не знаешь. Нынче все зайцы из лесу в реки жить ушли. Вот один в сети попался. Приехали они в лес, раскопали землю возле сухой березы и вырыли котелок с золотом. Положили его в короб, закрыли холстиной да соломой и поехали обратно. А мужик-то куда выдумчив был. Он еще с вечера на опушке к елке старого козла привязал. Козел топтался-топтался вокруг елки, запутал веревку и давай кричать дурным голосом. Заслышала жена, как козел вопит. — Что это? — спрашивает. — Не как медведь в лесу корову дерет, а корова ревет. — Придумала тоже. — Или не знаешь, какой нынче день? — Как не знать? Пятница. — Вот тут и есть пятница. А по пятницам нашего барина завсегда черти бреют. Бритва у них, видно, тупая, вот он и ревет. — Верно. Так я и голос его узнала. Приехали они ко двору. Принесли котелок с золотом в избу. — Куда же мы его прятать будем? — спрашивает жена. — Да хоть под печку. — И то дело. Мужик котелок под печку засовывает. Сам жене говорит. — Разумей. Да помалкивай. — Да я не словечко. Спрятал мужик клад. Пошел лошадь распрягать. А жена скорее на улицу. Одной бабе на ушко о кладе сказала. Другой — шепотком. Чуть не всю деревню обегала. И что было, рассказала. И чего не было, прибавила. Узнала кладя староста. Побежал к барину. — Так и так. Мужик клад нашел. — Позвать его сюда. Побежал староста за мужиком. А мужик-то догадливый был. Пока жена по соседкам бегала, он котелок из-под печки вытащил. Золото в торбу пересыпал. Торбу в конюшню вынес. А в котелок угольев наложил и опять под печку задвинул. Только успел все сладить. Тук-тук-тук в дверь. — Кто там? — Староста. Зачем пожаловал? — Вступай к барину на допрос. — Нечего делать. Пошел мужик к барину. Увидел его барин, руками замахал, ногами затопал, закричал. — Ах ты такой щекой! Нашел на моей земле клад, да еще вздумал утаить от меня. — Знать не знаю. Никакого клада я не находил. — Ох! Так ты еще отпираешься. Да твоя же баба всем рассказывает, как вы клад из лесу привезли. — Ну, барин, она и соврет недорого возьмет. Врать-то ей не впервые. — Как так? — Вы лучше ее сюда, барин батюшка, пригласите. Да хорошенько допросите. — Привезти сюда бабу. Привели ее. — Что, баба, нашли вы клад? — Нашли, барин батюшка, нашли. Вчера ей привезли. Полнюханье котелок золота. — Куда же вы его дели? — А под печку спрятали. Приказал барин своим слугам принести котелок. Побежали слуги, вытащили котелок из-под печки, принесли барину. — Этот котелок? — Он самый и есть. — Открыл барин крышку, а в котелке уголья. — Отвечай! — кричит барин. — Почему здесь простые уголья? Вскинулась баба. — Это, барин, батюшка моего мужа хитрость. Видать, он без меня золото спрятал, а в котелок углей-то и насыпал. С него все станется. — Не знает барин, что ему делать. Муж одно твердит, жена другое. Покачал мужик головой, да и говорит. — А вы, барин, получше ее расспросить. Как дело-то было? — Барин приказывает. Ты, баба, не ври. Толково рассказывай. Стала баба рассказывать. — Запряг он лошадь. Сели мы и поехали. — Дальше. — Едем мы, вдруг на нас блинный дождь пошел. — Иль ты с ума сошла? — говорит барин. — Истинная правда. По небу блинные тучи шли. Вот они столкнулись, на нас блины и стали падать. — Вкусные такие. — Да что, блины, мы и другое по пути видели. Во всах тогда еще судаки паслись. — Ой, баба, врешь. — Какой я вру? Я тех судаков во всах собирала, целый мешок набрала. Всю неделю есть их будем. — Да что, судаки, как ехали мы через речку, в сетях заяц нашли. Заяц-то теперь из лесов в речки жить перешли. Вот они в сети вместо щукой попадаются. Выпучил барин глаза, стал бабу ругать. — Что ты мелешь, глупая? Что ты завираешься? Где ты все это видела? — Ну, коли вы мне не верите, — говорит баба, — я вам про вас самих скажу. Мы ведь в то утро слышали, как вы дурным голосом кричали. — Где? Когда? — Да в лесу. Вас черти брили, а вы кричали. Видно, у них бритва тупая была. — Что ты бредишь? — кричит барин. — Опомнись, глупая! Видно, ты совсем рехнулась. — Эй! В шею ее! Да покрепче! Подскочили лакеи, стали бабу в шею толкать. Вытолкали ее прочь, а мужик и молвит барину. — Говорил я вам, барин, батюшка, что бабе моей врать не впервые, а вы моим словам не верили. Ушел мужик домой и стал жить да поживать. А у жены его после того язык покороче стал, прежде чем слово сказать. Подумает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok